Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и здесь я рассказываю вам про макияж. Бытует такое мнение, что если использовать дорогую косметику, то 100% можно создать красивый омолаживающий образ. Именно все дело в косметике или в дорогих вещах. Вот это глубокое заблуждение. Я хочу вам как раз показать макияж, который выполняется очень дорогой косметикой, но при этом, если вы неправильно подбираете текстуры, цвет, если вы не знаете пропорции своего лица, даже если у вас качественный макияж с точки зрения нанесения средств, вы при этом можете не выглядеть моложе, потому что очень часто делаются элементарные ошибки в образе, которые создают плюс, наверное, несколько лет. И очень часто, когда мы говорим о том, что надо выглядеть хорошо, и об этом везде транслируется, не зная некоторых правил, можно получить образ тетки, извините, если я кого-то обидела. Что такое образ тетки? Это не обидное, в общем-то, с одной стороны, слово, да, в общем-то, мне уже 48 лет, и я тоже тетя, а скоро, может быть, вообще и стану бабушкой. Поэтому наша задача научиться делать макияж так, чтобы выглядеть современно, стильно, молодо, на 40, 50, 60, 80, а может быть, и даже 90 лет. А что нам мешает и в 90 или 100 лет выглядеть современными женщинами. Поэтому я сейчас в шутливой форме покажу вам, какие могут быть ошибки у некоторых девушек, когда они делают макияж, что в итоге, вроде бы, но я все делаю правильно, у меня очень дорогие вещи, дорогая косметика, но почему я не выгляжу в лакшери? Сейчас хочу все-таки, знаете, для этого образа, сейчас же крабики-то модно, но, в принципе, я люблю крабики, я их постоянно нашу, ну, просто так удобно. Так вот задел, я так всю жизнь хожу, мне кажется, ну, да, тем более часто модно. Вот, я обычно вот так вот делаю, вот, чуть-чуть лак, чтобы это все держалось, ну, как-то привычно мне так. Ну, для дома. Ну, почему только для дома-то, и куда угодно можно. Но, в счастье, такой домашний образ. Почему домашний? Это у меня платье дизайнерское. Вообще-то, ты не видишь, что у меня бриллианты, Сашуля? И это тоже подвесочка, здесь белое золото, и это дизайнерское платье. Я когда его покупала, оно стоило, сейчас скажу сколько, 34 тысячи рублей. Сейчас я буду делать макияж, и у меня, конечно же, очень дорогая косметика. Тональный крем La Mer, L'Ore Mercier, база под тональный крем. Я сейчас нанесу, потому что, ну, сами понимаете, что дорогая косметика, она, конечно, сразу и образ дает в лакшире. Вот сейчас я наношу тон La Mer на базу L'Ore Mercier, она матирующая, база Blur, потому что я хочу выглядеть молотой, мне нужно, чтобы скрыть все морщины. Вот, уже очень хорошо, я так считаю. Так, дальше, консилер у меня Tom Ford, тоже очень дорогой. Наношу под глаза, наношу, наношу. Я не жалею косметикой, потому что, в принципе, продается, что-то можно купить. Вот, и, естественно, я смотрю всякие там ролики по макияжу. Почему так? Много? Да. Ну, вот можно увидеть, что, как правильно, так показывают. Ну, чтобы вот высветлить. А сейчас еще есть модная тенденция. Кстати, раньше, когда вот я только начинала учиться, голливудские очки. Голливудские очки – это когда высветляли вокруг глаз, вот так вот прямо, как очки. Вот, а потом появился голливудский треугольник. То есть мы стали вот так вот высветлять. Сейчас опять в моду вошли голливудские очки. Вот, поэтому я, в общем-то, вот. Ну, и вазу можно же не использовать, обязательно. Все же показывают, что можно использовать сверху тоже консилер. Поэтому я и сверху наношу консилер. Что-то у меня как-то это... Крови, сердце обливается, как-то там форт наносишь. Что-то очень... Можно? Я дорогая женщина. Да нет, я понимаю, но как-то экономичнее чуть-чуть. Так, следующий шаг – это пудра. У меня вот такая вот пудра Dior. Мне она очень нравится. Вот здесь со спонжиком она. Можно нанести спонжем. Тут еще вот это есть рефил, который можно купить отдельно. Ну, то есть так, продумаем. Здорово. Так, и сейчас я нанесу пудру. Ну, я обычно вот... Вот у меня. Я беру тональный чуть-чуть посветлею. А пудра немножечко потемнее, чтобы у меня было все хорошо, как бы по цвету. И вот наношу вот так вот пудру. Так делают многие, я видела. Из собственного наблюдения. Я еще делала так вот уже когда почти на все лицо, потом еще вот так вот и под глаза. Ты уверена, что девушки это воспринят сейчас? Не как руководство к действию? Так делаю. Сейчас я все расскажу. Ну, так многие делают. Я сломала, по-моему, пудру. Ты дорогая женщина, ты купишь тебе еще? Спасибо. Так. Так. Скульптор. Мне нужен скульптор. Гуччи. Гуччи, дай мне. А у меня нет Гуччи. Какая ты дорогая женщина. Без Гуччи? Без Гуччи. Бека. У меня есть Бека. Так, я беру кисточку. Я набираю. Вот такой вот тут скульптор. Бронзер. Что такое? Это ерунда. Че. Почему? Просто сейчас сделаю немножечко вот так вот на лицо. Брыльки. Подбородок. На глаза немножко. Теперь румяна. Румяна у меня это эсталавода. Вот они такие как бы коралловые розовые. Сюда. Брови делаю сейчас. Ты их какой сейчас? Тоненькие будешь делать? Ну, как тоненькие я их отращиваю? Нет, конечно. Я как вот модная сейчас. Мне кажется, вот самое главное, это классическая форма бровей. Вот у меня сейчас сделана классика. Вот это мне нравится. Мне кажется, классика, она вообще вне времени. У меня глаза зеленые. И под зеленые глаза я хочу вот такой немножко с фиолетовым пигментом использовать тени. И, опять же, чтобы сделать эффект лифтинга, я сейчас немножко создам такой вот эффект подтяжки. То есть я сделаю макияж глаз, чтобы приподнять глаза, чтобы вот этот эффект лифтинга был. Светлые тени. Вот сюда на подвижные века. Чтобы немножечко, ну, как бы полегче сделать тенгиняш. И, конечно, на самом деле, куча, да, что блестащить уже можно, я тоже так считаю. Вот. И всегда, это тоже как бы классика, когда вот этот вот светляш, внутренний уголок, это придает взгляду свежесть. Теперь накрасим ресницы. У меня шикарная тушь, я ее обожаю. Это Сэнсай 38 градусов. Вот, она очень хорошо держит, не насыпается. Смывает с такой воды прекрасно. Чуть-чуть. Я не люблю, когда много ресниц, я обычно вот такую вот. Вот, крашу немножечко. Ну, я поярчу. Ну, как раз и фиолетов. Вот, чуть-чуть вот с этой стороны. Очень часто советую слушаю от визажистов, да, что нижний век окрасить при возрастном макияже нельзя. Значит, это привлекает внимание к синякам, к мешкам, ну, и как бы опускает глаза. Поэтому вот, не рекомендуется. Ну, и губы. Губы у меня уменьшаются. Поэтому надо сделать их побольше. Вот, поэтому я делаю губы. И, более, это сейчас как будто идти. Вот, и пересылка я нашел. Все-таки, когда губы пухленькие, смотрится это красиво. Это сразу вы смотритесь сексуально. И классический вообще, который вот практически не выходит из моды, это блеск Диор. Это просто вот он уже на протяжении длительного времени, несколько лет. Хит-продаж. И у каждой приличной поддержки должен быть этот блеск. Ну вот, смотрите, дорогая косметика. Очень хороший, качественный тон. Все, замечательно. Нанесла по правилам. Вот. Я считаю... Вообще, конечно, жемчуг тоже это классика. Волосы я люблю вот так аккуратненько, чтобы было. Ну, качественно же. Ну, с точки зрения как бы нанесения, все очень хорошо и качественно. Рассмотрим поближе. Вот вы посмотрели, да, как делается макияж дорогой косметикой. Я еще раз повторюсь, что косметика дорогая. Это классно. Я обожаю дорогую косметику. Это не призыв к тому, что если дорого, то значит плохо. Есть такая возможность. Шикарно. Дорогие вещи, косметика, все это замечательно. Но дело-то не только в самих продуктах, но и то, как вы их используете. Самое главное здесь подбор. То есть, может быть, шикарные средства, замечательные тени, но они не вашего цвета. Или не ваша текстура. Или в эту текстуру наносите не на ту зону глаз. Может быть, румяна и великолепные для вашей подруги, но вообще могут не подойти вам. Форма губ. Да, есть определенные тенденции, но вам нужно подобрать форму губ именно с учетом ваших пропорций. Есть классическая форма бровей, которая адаптируется под современные тенденции. Поэтому классика в некоторых случаях в чистом виде, она может, ну, например, как брови, да, в данном видео, она может создать эффект, наоборот, лица несовременного. Поэтому даже и бровь можно адаптировать под современные тенденции. Поэтому я за то, чтобы подходить к созданию образа с умом. То есть, тут нужно знать технологию. Это значит, какие средства как наносятся. Потому что бывает тоже неправильно, и макияж нестойкий, некрасивый, течет и так далее. Обязательно нужно учитывать цветовую палитру. Потому что иначе он смотрится отдельно от лица. Не тот цвет румян, бронзер со скульптором перепутали. Или там написали в упаковке, что это скульптор. А в итоге на вашей коже он смотрится слишком рыжим. Ну, тут же написано, как бы, в чем проблема, да. А дальше это, конечно же, пропорции. Вот один и тот же продукт. Если вы по-разному будете наносить на каждую женщину для себя, то можно получить разный эффект. Поэтому не всегда дело в косметике. А дело именно в том, как вы ее используете. Как вы наносите этот карандаш для бровей. Более интенсивно или вы делаете более легкую растушевку. Как вы создаете форму. Учитываете ли вы те пропорции, которые есть сейчас. Потому что одно дело, как вы делали макияж, допустим, несколько лет назад. И сейчас, возможно, его нужно будет адаптировать под ваши изменения лица. Если они есть, когда мы взрослеем. Естественно, они есть. Давайте разберем макияж. Вот фото. Посмотрите, пожалуйста, на него. Вроде бы одна и та же женщина. Но разница колоссальная. Значит, в чем разница? Первое. Это неправильный подбор цветовой гаммы. Есть еще такой момент, который очень важно знать каждый из нас. Это свой цветоколорит. Есть цветовая палитра, которая вас усиливает. А есть, которая вас гасит. Гасит это когда ваши черты лица, глаза, кожа смотрятся не так симпатично, как могло бы. Поэтому вот здесь неправильно подобранное платье. Пускай оно и супер дорогое. В данном случае платье у меня вообще за 2500 рублей. Но здесь правильный мой цвет, и поэтому есть большая разница. Дальше. Выбор румян. И сделано моделирование неправильно. И цвет румян тоже в данном случае не совсем верный. Что получается, как рыжий цвет на лице. И моделирование, и румяна. Плюс моделирование сделано неверно с точки зрения пропорций. Очень-очень низко. Форма губ тоже, которая визуально создает тяжесть в нижней части лица. И наоборот, может усилить носогубные складки и брыли. Неправильный макияж глаз с учетом пропорций. Неправильная форма бровей с учетом пропорций глаз и лица. Укладка. В общем-то, ну что такого? Мне кажется, каждая женщина периодически убирает волосы вот так вот крабиком. Очень симпатично. Да, не спору, укладка неплохая, но не в этом контексте. Плюс украшения, которые стоят очень дорого, но при этом выглядят они абсолютно простенько. И только вы знаете, что, например, этот образ у вас, если посчитать все в деньги, очень дорогой. Но согласитесь, что он не выглядит так роскошно, как могло бы быть. И здесь у меня сделан макияж косметикой масс-маркет. То есть, абсолютно бюджетное. Очень недорогое у меня платье. И в целом, мне кажется, я думаю, что вы согласитесь, что выгляжу я здесь намного лучше. И вот женщина 48 лет, и вот эта женщина тоже 48 лет. Почувствуйте разницу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, увидели ли вы ошибки в своем макияже. И вы считаете, что нужно использовать дорогую косметику? Или можно сделать качественный макияж и недорогой, бюджетный? Тем более, я сейчас так много. И получится очень красивый лакшери образ. Кстати, сережки у меня тоже стоят, по-моему, 250 или 300 рублей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok